В Украине более 150 тысяч детей с инвалидностью ежегодно государство уделяет на них более 6 миллиардов гривен. Однако, как правило, эти деньги идут на содержание зданий, интернатов, оплату коммунальных счетов, а главное, дорогостоящая реабилитация ложится на плечи родителей. Активно таким детям помогают благотворительные организации и фонды, оплачивая лечение, оздоровление и реабилитацию. Больше смотрите в нашем материале. Кирилл с мамой занимаются здесь всего 4 дня. Но даже после такого небольшого срока мальчик уже показывает первые успехи. Этот центр в Киеве уникальный для Украины. Здесь установлены десятки тренажеров, на которых тренеры помогают развивать у таких детей равновесие и координацию движений. Потому что идет и своего рода и массаж, и идет растяжки, и идут такие вправы, которые необходимы, и координацию движения. У нас втрачена координация движения. Я уверена, что это до европейского стандарта. Еще месяц назад центр посетил глава благотворительного фонда возрождения Владимир Мунтян. Тогда детям передали сертификат на оборудование уникальной комнаты сенсорной интеграцией. Сегодня она уже заработала. Это и подвесные тренажеры. Это развитие баланса, вестибулярной системы, проприоциативной системы. Подвесные системы, гамаки для детей с аутизмом. Тактильные поверхности многие из этих тренажеров уникальны в Украине. Все, что вы тут видите, оно было специально замовлено фондом отроджения. И все это было сделано специально под замовлено данного простору, данного помещения и данных особенностей. Для центра киевской реабилитации детей-инвалидов. Мы будем продолжать это сотрудничество, потому что нас всегда волнует то, вот знаете, где нужда, где сегодня можно что-то изменить. Особенно, если это касается детей, если это касается деток, которые нуждаются в том, чтобы им помогли. И часто все упирается во что? В финансы, да, потому что финансы это та возможность купить оборудование, сделать какую-то комнату, да, сделать что-то, что изменит жизнь. Добрый вечер Тоби, пане господаю! Не все дети с инвалидностью в Украине могут заниматься в таких центрах. Сотни детей из ДЦП живут в интернатах. Мария – воспитанница Днепровского детского дома-интерната. У нее врожденный детский церебральный паралич. Недавно сбылась ее главная мечта. После сложной операции она наконец-то смогла стать на ноги. Теперь у Марии появилась новая мечта. Мне очень нравится помогать людям. Хотела бы этим дальше заниматься, помогать людям как-то. Может быть, даже не психологам, может быть, что-то в этой сфере, но связано с помощью людям, которые в этом нуждаются. Уже более 10 лет этому интернату также помогает благотворительный фонд. Благотворительный фонд возрождения Владимира Мунтиана ежемесячно предоставляет помощь для приобретения специализированного интерального питания. Была приобретена на помощь благотворительного фонда теплая одежда для детей. Это и зимняя обувь, это и теплые курточки, это и носочки, и шапочки. В этом году благодаря помощи и поддержке мы и на море детей свозили. Тренажеры, развитие, занятия с тренером, полноценное питание и отдых. Однако, прежде всего, забота. Главное, что нужно таким детям. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности, телеканал Интер.